Друзья, у меня для вас радостная новость, а пока мы все дружно пытались отстоять Екатеринбург, ШИС, кто-то, впрочем, был занят более важными делами, например, за хоккей болел, депутаты Госдумы обезопасили свои пятые точки, приняв в трех чтениях закон об электронном голосовании. Пока, правда, речь идет об эксперименте и сентябрьских выборах в Мосгордуму, там в нескольких одномандатных округах данную процедуру собираются опробовать, но, господа, мы-то ведь понимаем, к чему весь этот джаз правильно. Сентябрьское голосование – это генеральная репетиция кампании 2021 года по переизбранию Нижней Палаты Российского Парламента, рейтинги политических партий, представленных в нынешней Думе, достаточно тухловаты. Главным образом, конечно, речь идет о крупнейшей партии в стране Единой России, вот и крутят, мутят, наперсточники политтехнологи запутать хотят в очередной раз избирателей. На дурака получить большинство в существующих реалиях вряд ли получится. Подробности дальше начинаем. Если кто-то не догоняет, что это за зверь такое электронное голосование, ну давайте объясню на пальцах. А это непривычная для нас поход на участки, получение бюллетеня по паспорту и подроспись, наблюдателей и так далее. Теперь депутатов предлагается избирать по интернету через сайт госуслуг и МФЦ 5 баллов. Нет, с точки зрения развития технического прогресса, данное решение назрело уже давно вот только не для России, а оно сегодняшней. Во всяком случае, помфиловское ведомство при существующем-то формате выборов химичить умудряется вбросы и караваны стали нормой. Это с учетом того, что все участки оборудованы камерами. С тех камер ведется непрерывная онлайн-трансляция в Урунет. Тысячи наблюдателей на участках работают, и все равно каждый раз мы слышим о фальсификациях. Да что там слышим? Мы это видим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь представьте, что данный процесс вообще невозможно станет контролировать. Памфилова со своей братвой этим будут заниматься. Все! Никаких тебе наблюдателей, ничего. Откуда взялись вот эти вот пять тысяч голосов только что? Да бог его знает. Компьютер, он же железный, у него не спросишь. Доказать электронное мошенничество практически нереально, до чего я рассказываю. Вот мы все помним историю с голосованием в шоу «Голос. Дети» на первом канале. И помним потом, как после скандала, устроенного поклонниками проекта, выяснилось, что зрителей тупо надули. Скандал разгорелся вокруг финала шоу «Голос. Дети». Зрители требуют пересмотреть итоги конкурса. Победа досталась дочке певицы Алсу. В финале и суперфинале Микела Абрамова исполнила две композиции. Екатеринбург, давайте вспомним, когда весь этот скандал со строительством храма в правительственном квартале только-только набирал обороты. Нам ведь тогда тоже рассказывали какие-то сказки, мол, большинство горожан высказались за даже процент поддержавших строительство. Назывался 97, мол, куда вы лезете, вы в меньшинстве? Мы не можем пойти против того, что не нравится 20, а что нравится 50 тысячам. Это условные тоже цифры, давайте будем честны. Потому что я не знаю ни про какие 50 тысяч, меня, например, никто не приглашал ни на какие публичные цифры. Вы хотели голосовать? В итоге журналисты сами провели в городе опрос, на этот раз действительно открытый, о чудо! Выяснилось, что цифры-то совершенно обратные. Голоса разделились даже не по принципу 50 на 50. В большинстве как раз оказались те, кого обзывали бесами или агентами Госдепа, а лживые в ЦИОМ. Это подтвердило, о чем еще можно говорить. А вот теперь представьте, на выборах в 21-м году мы депутатов в интернете станем выбирать по системе шоу-голос. Ага, я подозреваю, что при таком раскладе партия власти банк сорвет просто и в восьмом созыве той Госдумы будет работать только ЕР. Попробуй, докажи, что подтасовки имели место. Хорошо, совсем на пальцах. Вот пользователи соцсетей меня сейчас сразу поймут. Вы ежедневно становитесь свидетелями, потому что, как на многих неудобных для власти постах, тоннами появляются дизлайки. А это ваши голоса. Между прочим, если можно так сказать, купить тысячу дизов не проблема. Цена вопроса 300 рублей. Как это работает? Да это бот. Компьютерная программка вроде вируса, которая сама себя воспроизводит бесчисленное количество раз и каждый раз голосует. Я обращался к юристам. В суд идти с этим бесполезно. Повторюсь, доказать в данном случае ничего не получится. В край проблему спишут на техническую ошибку или сбой системы. Вы хотите такие выборы? А партия реальных дел вам их готовит. Это реальная журналистика. Все чудесатее и чудесатее темы сегодняшнего выпуска. Поехали! Продолжаем о полезных инициативах. И вот эта новость, друзья, прилетела в конце прошлой недели. Но снова из Госдумы. Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков предложил запретить журналистам и блогерам писать и говорить о частной жизни известных-публичных людей без согласия. А на то последних он точно из КПРФ. Мне кажется, что там, на охотном ряду, уже давно пора создать фракцию сумасшедших. У нее есть все шансы стать крупнейшей. Но вернемся к нашим баранам. Я, если честно, вообще не понимаю, как такой закон будет работать. По каким критериям должна проводиться оценка, является человек известным или нет? Вот депутат вот этот Синельщиков. Известная он личность? Неизвестная? Вроде депутат. Кто-то за него голосовал. Допускаю, что в определенных кругах этого товарища знают. Но я вот о нем слышу впервые. Например, думаю, как и многие из вас. И, конечно, мне тут же захотелось выяснить, что же это за тело такое, откуда оно вообще взялось. Мне у него теперь разрешение нужно спросить, что ли, чтобы рассказать вам, хуй из мистер вот это. Сказочный долб**б. Зачем его только из больницы выпустили? С другой стороны, я могу догадываться, с какой целью данный законопроект нарисовался, объясняю. А у нас же каждый жулик из числа чиновников пытается переписать наворованное на жену, на детей, на маму. Однако раз в год этот чиновник публикует свою декларацию о доходах. Чего мы в ней видим? 3,50 парень заработал. А что делают хитрые журналисты? Тут же начинают копаться в доходах ближайших родственников. Слуги народа в итоге мы узнаем, что какая-нибудь артистка или вчерашняя спортсменка, бизнес-леди, блогерша, а по совместительству жена чинуши, заколымила за отчетный период вагон и маленькую тележку с баблом. Естественно, только дураки верят, что та дамочка просто такая успешная, не чита муженьку-бессеребреннику. И вот этот момент жуликов от власти давно напрягал. Наконец, ребята придумали, как от этих назойливых журналистов и блогеров избавиться, а чтобы оно выглядело более-менее убедительно. Законопроект якобы со стороны коммунистов в Думу притараканили. Блин, еще одна жирная пятерка к кремлевским политтехнологам. Ну и под занавес хочу вас повеселить. Слушайте, когда мне прислали, это у меня истерика случилась. Я ухахатывался, но я правда никогда так не смеялся. Впрочем, сами слушайте. Дмитрий, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, почему вы поддерживаете строительство храмов в Екатеринбурге? Ну смотрите, вопрос сейчас болезненный, вся страна его обсуждает. Мы, государственные профсоюзы, вообще поддерживаем поправку, наш новый кодекс, которая бы как обязанность работников вносила бы благодарность работодателю. А как благодарить работодателя? Я считаю, что единственный способ и самый надежный, это молиться за своего работодателя, а для этого нужны храмы. Человека на видео удалось установить это некто. Дмитрий Якушев из Москвы. И на самом деле, как этот человек пояснил после, таким образом он пытался обстебать поведение некоторых наших соотечественников с православным или ура-патриотическим уклоном. Получилось убедительно и даже очень похоже на тот бред, который такие люди несут, про государственные профсоюзы. Все правильно, как намек, что за общественные структуры у нас в стране существуют, хотя даже в СССР государственных профсоюзов не было. Но продолжение данного шоу просто контрольный в голову. Давайте молиться на работодателей. Супер! Когда-то кучка жуликов украла у нас то, что создавали наши отцы и деды десятилетиями. Советское наследие. То есть теперь отдельные индивидуумы возводят этих господ едва ли не в ранг святых. Впрочем, отчего удивляться? Спросили бы у меня еще пару лет назад, что является национальной идеей в нашей стране. Я бы несколько вариантов предложил. Сегодня один. Деградация на почве скреп или заблюдство. В простонародье сектанство. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на мой канал в ютубе, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok